Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Продолжаем цикл лекций, посвященный улучшению качества жизни. На самом деле, конечно, это не лекция, это такие мини-видео, в которых я рассказываю о том, как можно улучшать свое состояние, занимаясь собой и постигая свой внутренний мир. Поговорим сегодня о счастливом детстве, ведь наверняка, согласитесь, каждому из нас хотелось или хочется переписать свое детство и сделать его более осознанным, более радостным, более счастливым. Так же хотел и я. То есть, по сути, это то, что лежит у нас в душе. Мы хотим быть счастливыми, хотим быть радостными, хотим достигать каких-то очень важных и ценных вещей в нашей жизни. И когда мы это делаем, то мы получаем такое радостное впечатление, гармоничное, у нас выделяются нейромедиаторы. И вот, заметьте, когда в детстве не хватает, допустим, любви от родителей, от мамы, от папы, от близких друзей, какие-то постоянные конфликты, если возникают потом, это отражается на нашей жизни. И мы не можем жить вот так вовсю, знаете, проживая жизнь каждый момент, ее так радостно, как нам хотелось бы. И вот в этом скроется вся как бы основная ошибка. Почему? Да, что происходит такого в детстве, да, что мы начинаем чувствовать себя как-то негативно, начинаем сковывать, да, от себя. То есть, получается, у нас нет взаимосвязи с нашими родителями, да, и происходит такое состояние, когда мы как бы отделяемся от них, а они от нас. Это происходит еще с момента рождения, да, вот на моем канале есть видео, как изменить судьбу. Там рождается мальчик, и уже при рождении закладываются негативные суждения, да. Почему? Роды связаны с болью, с бессознательностью. И когда принимают роды, очень много говорят негативных вещей, да, то есть там, ну, я имею в виду всякие суждения, да, там говорят. То есть, это идет и от мамы, и от персонала, который принимает роды, то есть от врача, медсестры. То есть, это происходит в такой обстановке несколько, ну, скажем, неестественной, да. То есть, это обстановка, которая не дает возможности человеку проявиться и раскрыться, то есть зарождающемуся маленькому ребенку, который хочет уже проявляться на свет, идет, а, собственно, ему не дают возможности вот это сделать, ну, как бы сказать, естественным образом. Что такое естественным, да? То есть, естественным – это так, как по природе, да, то есть, когда ребенок рождается, он у мамы рождается дома, да, то есть, его принимает папа, да, то есть, ну, самые близкие люди, да, то есть, может быть, конечно же, женщина, которая помогает природам, но вот тут важный момент, что это все естественно, да, то есть, естественность – это часть нашей жизни. То есть, когда мы живем естественно, то мы можем делать то, что действительно приносит нам радость и счастье. То есть, естественность – это то, что дает нам насыщенность, гармонию. И когда мы исцеляем наше детство, то мы смотрим туда, смотрим с самых моментов, то есть, начиная от момента даже рождения, да, и внутриутробного развития, то есть, мы все смотрим, какие там были негативные суждения зря. То есть, если мама, например, страдала в детстве, да, то есть говорила, ой, там, я не хочу этого ребенка, мне там так плохо, я не могу этого сделать, там, или там, хочу сделать аборт, или там, я сомневаюсь, нужно ли это, или мне, или нет. То есть, очень много волнения у человека связано с родами, да, и это все передается ребенку. И это самое главное, что это можно изменить, то есть, убрать оттуда этот негативный заряд и сделать, по сути, исцеление, да. То есть, что такое исцеление? Это когда человек вновь возвращается в состояние гармонии и счастья, то есть, когда он может действовать осознанно и легко, когда у него нет вот этих шаблонов, которые заставляют его, ну, как бы действовать так, что он, ну, действует не так, как хотелось бы, да. То есть, вот представьте, если у вас в прошлом, да, есть случаи, там, где вам говорили, ну, все пропало, я этого не хочу, мне это не нужно, я не хочу этого, там, мне будет от этого только плохо. То есть, я имею в виду вот эти негативные постулаты, боль, бессознательность, это ведь все проявляется. Когда оно закладывается на уровне у ребенка, да, то есть, оно очень хорошо и довольно сильно прописывается в его уме. И потом, как только что-то подобное событие возникает, ну, в окружающей обстановке, какой-то подобный запах, звук, тон голоса, человек похожим образом общается или какие-то события, да, то есть, это может быть все, что угодно. То есть, включением может быть любое напоминающее событие, да, то есть, если там, например, в этом событии был такой запах, запах, например, там, спирта, да, вы почувствовали запах спирта, у вас начинается ухудшение состояния. Или, например, какой-то голос, тембр человека, вот он говорит так, как-то похоже, да, то есть, на того, который говорил в том случае, все, у вас включается это событие. То есть, получается, вот этот механизм стимул-реакции, он работает и очень сильно работает, вот, то есть, он мгновенно включается, и это происходит неосознанно. Самое важное, что это неосознанный момент, то есть, механизм стимул-реакции. И мы что делаем в результате, да, мы переосознаем это, переформатируем, то есть, в результате этого мы возвращаемся в эти эпизоды, проходим через них, и происходит трансформация, то есть, исцеление. То есть, что происходит? Человек осознает, что с ним произошло, то есть, он с помощью сознания погружается туда, без гипноза, опять же, без каких-то там странных практик, а с помощью сознания погружается туда и вычищает слой за слоем, оттуда негативный заряд. И вот таким образом сознание человека прочищается, и он начинает действовать осознанно. Вот таким образом можно прочистить не только детство, можно прочистить любой случай, который произошел вчера, или там позавчера, или год назад, или даже случаи возникают из прошлых воплощений у людей. То есть, очень важно понять, что это все исправимо. И я 20 лет уже занимаюсь практикой исцеления, то есть, практикой процессинга, помогаю себе, помогаю людям вот этот заряд очищать. И чем больше осознанности появляется, тем больше я понимаю, насколько это необходимо, и насколько это в жизни помогает человеку улучшить свое состояние. Давайте сделаем практику, посмотрим, как это работает, ну, по-настоящему, да, такую небольшую практику, где вы увидите, как работает процессин. Вот, сядьте или лягте в удобном месте, где вас никто не потревожит несколько минут или какое-то время, сколько вам понадобится на практику. Почувствуйте себя в этом пространстве, да, то есть, создайте пространство для сессии для начала. Ну, как бы, вы создаете просто пространство, в котором вы будете делать сессию. Потом почувствуйте себя в этом пространстве, свое тело в этом пространстве. Вот, и дальше наполните это пространство любовью. Почувствуйте, да, соприкоснитесь с собой, со своим телом, да, то есть, со своим, ну, скажем так, миром внутренним. Вот, и почувствуйте, есть ли там какие-то душевные переживания, возможно, которые идут из детства, которые влияют на вас негативным образом и которые заставляют вас чувствовать себя как-то, ну, не очень хорошо, скажем так, которые влияют на вас и создают неприятные ощущения, дисгармонию, страх. Вот, посмотрите, откуда эти ощущения исходят, то есть, какова их природа, откуда они идут, из какого случая и так далее. Вот, и отследите этот случай, потом двигайтесь в этот случай и перепроживите его, то есть, перепроживите его с полными восприятиями, то есть, полным намерением, то есть, вот, как будто вы проходите через это по новой. То есть, проживите его один раз, второй раз, третий раз, столько, сколько необходимо, чтобы почувствовать, что вы соприкоснулись с этим случаем и удалили оттуда весь негативный заряд. То есть, когда состояние ваше улучшилось, то есть, когда вы почувствовали облегчение, вот, какое-то определенное, да, вы можете посмотреть, есть ли более ранний подобный случай, если необходимо, вот. Или, например, завершить с этим случаем и перейти к следующему ощущению, если вы почувствовали, что проработали до конца. То есть, критерии, что, значит, проработали до конца, это вы почувствовали, что тут больше нет заряда. Ну, вот, например, есть у вас эмоция страха, да, вы отслеживаете ее, смотрите, ага, вот у меня был вот тут случай в детстве, там, меня напугали очень сильно. Вот, в этот случай прошли один, второй, третий раз. Если это ощущение страха ушло, вы почувствовали облегчение, все, на этом вы можете закончить. Если, например, не почувствовали облегчение, то посмотрите более ранний подобный случай, там, где было такое же ощущение страха. Возможно, оно там кроется в более раннем подобном случае. Вот таким образом вы двигаетесь глубже-глубже, пока вы не почувствуете полное исцеление, гармонию и радость. Вот, когда вы почувствовали, можете взять второе, допустим, другое какое-то эмоцию или ощущение, проработать ее. Вот, таким образом вы можете за сессию проработать несколько эмоций, ощущений. Вот, потом почувствуете, допустим, что достаточно, да, вы проработали одно, второе. Вот, на этом можете остановиться и почувствовать свое пространство, наполнить его любовью и наполнить его счастьем и завершить сессию. Такие сессии можно делать на постоянной основе, то есть ежедневно. Вот, когда я провожу человека, да, то есть мы углубляемся глубже-глубже и, соответственно, я помогаю более четко самостроиться и найти эти случаи. То есть помогаю их найти и проработать. Вот в этом и есть моя цель. Я как проводник, который проводит человека через внутренний мир и помогает ему выйти на другом конце осознанным, счастливым и радостным. Вот, поэтому, друзья, если вам интересна такая практика процессинга, хотите бесплатную консультацию, то напишите мне в личные сообщения все мои контакты, указанные в этом видео в описании. Также, если видео вам понравилось, то ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, включите колокольчик. Это напоминание о новых видео, которые появляются ежедневно. И поделитесь этим видео с вашими друзьями. Сейчас на экране у вас появились мои видео о том, как изменить судьбу. Это видео, о котором я рассказывал о том, как человек изменяет свою судьбу путем исцеления, проработки, случая рождения. Также видео о том, как проходит процессинг, практика процессинга счастья. Вот, посмотрите их обязательно. Подписка на мой канал и мой сайт. Вот, заходите, там больше информации обо мне и о том, что я делаю. Также в описании моей книги «Мир и вечное опознание» и «Полное исцеление» вы можете их прочитать по ссылкам в описании. Я вам желаю счастья, гармонии, радости. И мы увидимся совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи, друзья!